Алиф Алиф Время теперь получить права стало проще. Автошкола Автокурс Плюс набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу, пишите сло занятий на автотренажере. Ищите товары и услуги? Зайдите на сайт plan1.ru Полный интернет-каталог предприятий Москвы и Подмосковья в вашем компьютере и телефоне. plan1.ru Все адреса, все телефоны, все сайты. Продолжение следует... Здравствуйте, в эфире Пушинское телевидение, программа Наши новости. Как всегда, я и мои коллеги продолжаем пристально следить за событиями в городе и районе. О них мы вам сегодня и расскажем. Смотрите в выпуске. Горячая тридцатка. В районе порядка 30 управляющих компаний, имеющих долги за тепло. Администрация установила им жесткие условия оплаты. Сам садик посадил. Житель города Пушкин решил самостоятельно озеленить свой двор. В понедельник в районе собрали экстренное совещание по долгам за газ. Пушкинская теплосеть должна Газпрома порядка 200 миллионов рублей. И этот долг образовался за счет управляющих компаний, которые не хотят вовремя платить за тепло. На совещание были приглашены директора управляющих компаний-должников. Но пришли опять те, кто платит, как правило, в срок и аккуратно. К остальным руководство района собирается применить безжалостные меры. Иначе жители зимой могут остаться без отопления и горячей воды. На столе у Пьерского зампредседателя правительства лежит еженедельная информация, что происходит по долгам. Наши все ресурсы, они практически в сегодняшний день исчерпаны. Кредитные политики занимаются больше неудачно. Из прочих у вас сегодня задолжены... На сегодняшний день 16 дел в суток на 30 миллионов рублей. 9 дел находятся у судебных исполнителей на 18 миллионов рублей. Единственное дело по 20 миллионов рублей находится уже в виде скорых суток на 30 миллионов рублей, которые уже подали в суд. Но судебные изграсти не назначены. Долг и предпочтитель 7 миллионов рублей в 68-34. 6 марта 19-го года описано, которые были в виде скорых суток на 30 миллионов рублей. Их целых 6. Единственная организация, которая работает стабильно и с пониманием, хотя долг большой, это управляющая компания дирекции Живых. На сегодняшний день здесь управляющая компания, как, например, и на русской сервисе Живио, которая всегда у нас была в лидерах по оплате. На сегодняшний день скатилась на то, что должна нам 11 миллионов рублей в суток на 30 миллионов рублей. И период сейчас в мае 19-го года. Компания большого комплекса, 15 миллионов рублей. В результате проверок были установлены, что руководители, в общем-то, распоряжались с теми финансами, которые поступают на финансирование счета, от платежища, от потребителей тепловой, в общем-то, не должен оказаться, даже на своем усмотрении, как показывает, опыт не совсем правильный. В объективности нашей работы в этом направлении сидеть, что существует опять-таки доклад Алексей Николаевич, потому что существует два предприятия. Я скажу о том, что в недавнем прошлом Борис-Моборне предприятий выживали на наши проверки, и, наверное, так и доказано, это повлияло. Я бы очень хотела, чтобы все сегодня, придя к себе в кабинет, сели, посмотрели со своим главным галтером, из каких призеров выполнять эти обязательства. Глава города уже не раз призывал жителей на субботники по озеленению нашей территории и сам лично принимал в них участие. К сожалению, откликнулись единицы. Но оказывается, есть такие люди, которые тихо, мирно, в одиночку, особо не привлекая к себе внимания, озеленяют дворы ради нашего общего блага. Анастасия Спирина нашла одного из таких героев и узнала, зачем Сергей Белавин взял на себя функцию управляющей компании. Во дворе дома номер 12 по улице Горького он высадил, ни много ни мало, 65 деревьев. Выйдя на лоджию, приятнее смотреть на зеленый двор, чем на голый, не озелененный. Это приятно, эстетично, красиво. Чувствуешь себя ближе к природе. Мы все с природой связаны и должны быть к ней как можно ближе. Как говорится, если природа не идет, мы природу приближаем к себе. Надо просто очень аккуратно отделить все корни, разрыть все. И без зимы это гораздо легче перенести, потому что лес не близко. И посадить здесь надо очень аккуратно выдолбить луночку, сразу ее удобрить, чтобы это все зазеленело. Бывший полярник, очень большая, интересная биография. Он начал вот это вот. Ну, ему сейчас трудно, 80 лет все-таки. Мне пока еще не 80, 58 всего. Поэтому я, он очень обрадовался, что я подхватил его инициативу. Я считаю, что все это замечательно, и всем только это на пользу. И меньше жаре, меньше дыма, больше зелени, больше кислорода. А теперь наш анонс. В пятницу, 22 ноября в Доме культуры состоится праздник русско-украинской дружбы «Хрустальные родники». Он приурочен к 15-летию районного культурно-национального объединения украинцев «Креница». В программе праздника – выставка изделий украинских промыслов и концерт. Начало в 16 часов, вход свободный. Приходите, не пожалеете. Наш новостной выпуск подошел к концу. Он специально укорочен для того, чтобы осталось больше времени для беседы в прямом эфире с главой города Сергеем Гулиным. Я передаю слово моей коллеге Светлане Сафинской и прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. Алиф опять удивляет. Куртки, дубленки, меха. Большой выбор мужской верхней одежды. И, конечно, роскошные шубы. Внимание! Не пропустите! Теперь норковая шуба еще дешевле. Алиф. Улица Чехова, 12. ТЦ «Вид». Алиф. Улица Чехова, 12. ТЦ «Вид». Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты. А за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас и получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Ищите товары и услуги? Зайдите на сайт plan1.ru Полный интернет-каталог предприятий Москвы и Подмосковья в вашем компьютере и телефоне. plan1.ru Все адреса, все телефоны, все сайты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok